Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Царств», и сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. Она начинается словами «И заметил Иав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авесолому, который был в изгнании. Он убежал, а царь не стал его преследовать. И послал Иав в Фикою и взял оттуда умную женщину и сказал ей «Притворись плачущую и надень печальную одежду и не мажься елеем и представься женщиною много дней плакавшую по умершим и пойди к царю и скажи ему так и так и вложил Иов в уста ее, что сказать». То есть это некое символическое действие она должна была совершить. «И вошла женщина Фе-Коэтиянка к царю и пала лицом своим на землю и поклонилась и сказала «Помоги, царь, помоги!» И сказал ей «Царь, что тебе?» Подобные символические действия иногда совершали пророки по прямому Божьему указанию. Это как бы притча в действии, то есть постановочное некое действие, как бы такой спектакль, который заставляет человека задуматься. «И сказал ей царь, что тебе?» «И сказала она, я давно вдова», то есть она свою роль озвучивает, «муж мой умер, и у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их. И поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят, «Отдай убийцу брата своего, мы убьем его, задушу брата его, который он погубил, и истребим даже наследника». Итак, они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». То есть, казалось бы, все справедливо, око за око, зуб за зуб, а в конце концов целая фамилия прекращается, имя мужа умирает. По-еврейски фамилия – это «шем мишпаха». «Шем мишпаха» – это имя семьи. И если все сыновья умирают в семье, нет продолжения имени семьи. Семья исчезает. «Итак они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине, «Иди спокойно домой, я дам приказание тебе». Но женщина, фикотиянка, сказала царю, «На мне, господин мой царь, да будет вина и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь, «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он боли не тронет тебя». Она сказала, «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь, «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». На самом деле так и произойдет. Ведь Авесолом погибнет запутавшись волосами в кривом дереве, повиснув. И сказал царь, «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». А речь-то идет об Авесоломе. Она продолжает этот спектакль. И сказала женщина, «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он даже устал от нее. Он сказал, «Говори». Вот это, конечно, удивительно, что цари были настолько доступны, и простые женщины могли к ним приходить, решать какие-то свои вопросы. Нашим правителям явно этого не хватает. И сказала женщина, «Почему ты так мыслишь против народа Божия?» Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем, то есть мы простые люди, МХАРЭЦ, люди земли. Мы умрем, и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. То есть, каким бы мы ни были, какие бы ошибки мы не совершали, если мы кого-то отвергли от себя, это не значит, что Бог его отверг от себя. Давайте посмотрим, какое объяснение мы имеем на этот текст. Бог не желает погубить душу. Иоанн Кассиан, это западный отец, отец западной церкви, в своих собеседованиях пишет, желание Бога, в соответствии с которым Он не погубил человека, а дал ему возможность жить вечно, остается неизменным. То есть, каждого из нас ожидает вечность. И когда благость Его, Господня, замечает в нас даже самое слабое мерцание доброй воли, искру которой Он, Господь, Сам и вожег от твердого кремня нашего сердца, Он, Господь, оберегает ее, раздувает и укрепляет своим вдохновением, желая, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо, говорит Он, Господь, нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. И снова Он, Господь, говорит, Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Да, Весолом был отвержен обществом за то преступление, которое он совершил, но Бог промышляет о каждом человеке до самого конца. И теперь я пришла сказать царю, господину моему эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала, поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей, верно царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя, да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь как ангел Божий. И действительно цари это помазанники Духа Святаго. И может выслушать царь и добрый и худой, и Господь Бог твой будет с тобою, ведь великое назначение царя, правителя в Божьем народе вершить правильные суды, а суд это дело Божие. И отвечал царь и сказал женщине не скрой от меня о чем я спрошу тебя. Он уже понимает, что это спектакль. Но он связан уже некими обещаниями, при этом он произнес имя Божие. И сказала женщина говори господин мой царь. И сказал царь не рукали Иоава во всем этом с тобою, во всем этом представлении. И отвечала женщина и сказала да живет душа твоя господин мой царь ни направо ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно раб твой Иоав приказал мне и он вложил в уста рабы твои все эти слова чтобы притчью дать делу такой вид раб твой Иоав научил меня но господин мой царь мудр как мудр ангел божий чтобы знать все что на земле. А как же Давид догадался? Наверное Иоав хлопотал за весолома и Давид это помнил и сказал царь Иоав вот я сделал по слову твоему пойди же и возврати отрока а весолома а весолом это образ каждого из нас когда мы оказываемся под божьим гневом и нам кажется что мы никогда не сможем вернуться в царский дворец мы никогда не можем не сможем оказаться за царской трапезой евхаристического пира мессианского пира иногда так далеко грехи отбрасывают нас от путей благодати но Господь всегда ищет возвращение для каждого из нас потому что он смотрит на всех нас как на детей он смотрит на весолома как на своего сына а весолом убил другого сына Давида а тот изнасиловал дочь Давида все мы дети божьи даже в наших конфликтах друг с другом все так перепуталось но Бог не перестает смотреть на нас как на детей Божьих есть одна очень красивая года древнееврейская такая притча я ее как-то рассказывал но здесь ее очень уместно повторить когда Моисей прошел сквозь черное море и он увидел мертвых египтян которые плавали Моисей обрадовался этим трупом стал прыгать скакать хлопать в ладоши радоваться что потонули язычники египтяне и услышал голос Бога с неба этот голос сказал Маше Маше ты чему радуешься это дети мои потонули для для Бога действительно все народы египтяне и евреи и чеченцы и арабы и русские и украинцы и белорусы все дети Божьи и он как творец с отеческой любовью промышляет о всем творении имея намерение чтобы все спаслись и пришли в познание веры пойди же возврати отрока Авесолома тогда Иав пал лицом на землю поклонился и благословил царя и сказал теперь знает раб твой что обрел благоволение пред очами твоими господин мой царь так как царь сделал по слову раба своего вот как раз то о чем мы говорили похоже и раньше Иав уже просил об этом Давида и встал Иав и пошел в Гессур и привел Авесолома в Иерусалим и сказал царь пусть он возвратится в дом свой а лица моего не видит и пошел Авесолом в свой дом а лица царского не видел то есть там были предместия в которых жили царские дети но когда царская трапеза они все собирались за столом а вот Авесолом он вернулся в свое предместие а вот видеть лицо царя он не мог а теперь смотрите характеристика Авесолома точнее внешнее описание характеристика это более внутреннее не было во всем Израиле мужчины столь красивого как Авесолом и столь хвалимого как он от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка когда он стриг голову свою он стриг ее каждый год потому что она отягощала его то волоса с головы его весили двести сикли по весу царскому то есть это был красивый человек приятный человек если бы он участвовал в каком-нибудь там европейском конкурсе там мужской красоты он бы стал победителем но именно вот эта красота самовлюбленность вот этот нарцизм погубил этого красивого человека он создал семью мы читаем и родились у Авесолома три сына и одна дочь по имени Фомарь наверное он дал ей имя в память о девице Фомаре которую растлил ее брат и которая была одинокровна она была женщина красивая и сделалась женою Рваама сына Соломонова и родила ему Авию то есть дочка Авесолома Фомарь она потом станет женою царя Рваама который будет третьим царем после Давида Давид Соломон Рваам то есть это была красивая семья это были красивые люди и можно было предположить что все у них будет хорошо все как надо и оставался Авесолом в Иерусалиме два года а лица царского не видал и послал Авесолом за Иоавом чтобы послать его к царю но тут не захотел прийти к нему он наверное устал от просьб Авесолома какие-то просьбы выслушивал ходил к царю царь отказывал и просто уже устал Авесолом послал в другой раз но тот не захотел прийти а мы знаем что у Иоава тяжелый характер и сказал Авесолом слугам своим видите участок поля Иоава подле моего у них соседние поместья были и у него там ячмень пойдите выжгите его огнем и выжгли слуги Авесолома тот участок поля огнем и пришли слуги Иоава к нему разодрав одежды свои сказали слуги Авесолома выжгли участок твой огнем конечно Иоав возмутился он добился возвращения Авесолома да Иоав жестокий человек но он мог бы ожидать благодарности по отношению к себе со стороны Авесолома а тот устроил такое нападение оказывается внешнее не всегда соответствует внутреннему хотя внешне Авесолом был очень красивый человек как мы прочитали не было во всем Израиле мужчины столь красивого как Авесолом и столь хвалимого как он от подошвы ног до верхах головы его не было у него недостатка но в сердце чревоточина какая-то завелась у него почему а он был мстительный человек да он имел основания мстить за свою сестру Фомарь единокровную пацую по матери но месть это дурное чувство и встал Иав и пришел к Авесолому в дом и сказал ему зачем слуги твои выжгли мой участок огнем и сказал Авесолом Иаву два года никто с ним не общается он как прокаженный сидит на своем участке и он решил высказаться и сказал Авесолом Иаву вот я посылал за тобою говоря мы так и представляем что он каждое слово взвешивает вот я посылал за тобою говоря приди сюда и я пошлю тебя к царю сказать зачем я пришел из Гесура лучше было бы мне оставаться там я хочу увидеть лицо царя если если я виноват то убей меня вот такая любовь была к Давиду помазаннику Божию к другу Божию видеть его лицо это счастье тоже для его ребенка который сам не последний красавец первый красавец в Израиле но красота Давида не только внешняя она и внутренняя он пророк он псалмопевец и все это на его лице обаяние его души его сердца то что он наследовал от праведной руфь мавитянки то что он наследовал от древних патриархов Авраама Исаака Иакова Иависолом готов что его убьет тот человек который добился его возвращения в Иерусалим и эти слова тронули Иава и пошел Иав к царю и пересказал ему это и позвал царь Ависолома он пришел к царю поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем и поцеловал царь Ависолома Христос который призывает нас вернуться к нему помните притчу о блудном сыне там распутный сын разделил имение с отцом ушел живя распутно все потратил в пьянстве с блудницами потом решил вернуться назад и он думал я хотя бы буду пастухом у моего отца я уже не надеюсь быть сыном и он идет к отцу и думает а захочет ли отец меня видеть как Ависолом идет во дворец а увижу ли я отца я не могу не видеть царя Россия устала без царя Россия нужен царь чтобы он был как ангел божий чтобы дух святой руководил им и в притче о блудном сыне сказано отец увидел блудного сына и побежал к нему навстречу и заключил его в объятия отче и Ависолом который склоняется перед царем лицом до земли ведь он хотел видеть царя но почему же он прижимается лицом к земле он понимает что недостоин и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царь Ависолома Давид прощает Ависолома это не значит что можно будет воскресить Амнона это не значит что можно исправить Ависолома с его сложным характером с его самолюбованием но Бог всегда ищет спасения для каждого из нас и сам факт что мы живы свидетельствует о том что есть какое-то намерение Божие относительно нас а теперь вспомните самого неприятного для вас человека вспомнили вот тот факт что он жив свидетельствует о том что Бог промышляет о его спасении ибо если человек жив значит есть какое-то намерение Божие относительно этого человека как они говорят д в который как это без outreach и мы рассказываем